Человек включается в принятие решения, включается в разделение ответственности. И вот эти модели сейчас, они наиболее конкурентоспособны. Это звучит правильно, но у меня всегда возникает сразу вопрос. То есть, совершенно логично, что программист, разработчик, например, это действительно творческие профессии. И здесь без нужного настроя и вдохновения тяжело от человека добиться качественного результата. Но где вот эта грань между творчеством и контролем? Потому что я вот прям пример приведу. Общался недавно с девушкой, которая управляет огромной компанией, которая занимается тендерами всякими, финансовыми. В общем, такая тяжелая, суровая история по внедрению всяких разных интересных штуковин в корпорации. И она рассказывала о том, что сделали мы вот такой вот офис, где все были свободны, когда хотите, приходите, когда хотите, уходите. Там и бильярды, и плейстейшн, и кальяны, и там, собственно, кофемашины, чуть ли не там собственные повара какие-то. И это привело к тому, что этот офис пришлось в конечном итоге изолировать от всех остальных и не говорить никому, что так можно, потому что там люди перестали работать и начали просто вот кайфовать. То есть какую ошибку совершила эта девочка в своем управлении, и как это надо выстраивать, чтобы это не превращалось в такой лаунж за счет работодателя? Отличный пример. И это стандартная типовая ошибка. Мы прямо уже переходим почти к третьему вопросу, когда мы поговорим, а как сделать так, чтобы это не сломалось. Скажу честно, что эту ошибку совершают все. И я ее тоже совершил. И к своему стыду скажу, что я ее совершил не в самом начале, а уже пройдя там определенный путь, почувствовав как бы это, я все равно наступил на эти граммы. Смотри в чем. То есть я хочу высказать вот сейчас две метафоры. Первая метафора – это самоорганизация, это не анархия. То есть эти вещи никак не связаны. То есть самоорганизация – это другая форма управления. И вот если взять по мне, 20-й год, 1 февраля, наша компания пошла в самоорганизацию, мы пошли с Сергеем Вехтеревым делать примерку. То есть мы начали переходить от иерархии к кругам. И ровно прошло полгода. И через полгода меня спросили, вот если бы, говорит, я тебе в тот момент спросил бы, намечитай, как ты хотел бы, чтобы управлялась твоя компания. Ну, то есть прошло полгода всего в самоорганизации. И я Сергею честно ответил, что я бы такой космос намечтать не смог. То есть в моей логике, в иерархии, я должен был привлекать консультантов, настраивать бизнес-процессы и так далее. А когда пошла самоорганизация, и этим занялись ребята, они под себя настроили политики, они сами договорились, как они взаимодействуют. Это было сильно быстрее, сильно эффективнее, сильно качественнее. Вот конкретный пример. Когда самоорганизация равна, наоборот, не анархия, а, наоборот, очень четкий структурированный порядок. Это первая часть. И вторая, на которую наступил я, это действительно та самая свобода. То есть самоорганизация – это не детский сад. Это не там, где мы ждем кого-то там и как-то воспитывать. Это нормальная бизнес-среда. И она находится и должна находиться под давлением. Под бизнес-давлением, да, то есть когда что-то меняется на рынке. Под конкурентным давлением, когда у нас есть конкуренты, и они нас в чем-то обгоняют и так далее. Тоже нужно на это реагировать. Поэтому я думаю, что в тот момент, когда ребята расползлись и стали превращаться в болото, это как раз ошибка то, что снялось какое-то давление. Даже если его не было от клиентов, вы первые, и на рынке вы лучшие, это давление надо было создать со стороны владельца. А ну-ка еще одну нишу, а ну-ка еще одно что-то, да. И тогда получается, когда есть давление, то команда, у нее инструменты гибкие. Они могут пересобраться, они могут что-то переоставить. Вот эта гибкость вот этой самой организации, тогда она максимально эффективна, максимально результативна. Ну и чтобы быть этими, мы еще обложили все цифрами. Но цифрами не для контроля. С цифрами работают сами команды. Вот две метафоры на твой пример. А цифрами обложили, ты имеешь в виду, что это для них как показатели на приборах, условно говоря, да? То есть понимание, куда мы идем. Да. Притом, кроме того, что куда мы идем, а что я делаю? То есть у нас, например, мы проектная команда, у нас есть продукты, и мы делаем проекты на основе наших продуктов. Но проекты все равно там для государства, они достаточно сложные. Получается, что у нас у каждого сотрудника есть такая ромашка, кругляшочек, в котором написано, сколько ресурсов он тратит на проектную деятельность, ну то есть на вклад в клиента, ту ценность, которую он в клиента создает. То есть он поработал, что-то написал, говорит, это я для этого клиента сделал, это для этого проекта и этого клиента. То есть вот это все раскладывается. А есть вещи, которые так или иначе у нас выходят в наше внутреннее операционное управление, какие-то встречи, которые нас отвлекают, корпоративы и так далее. И получается, что каждый человек видит, сколько процентов он тратит именно в клиента, где он создает пользу, а сколько процентов у него занимает вот эта организационная внутренняя деятельность. Потому что часто очень многим хочется, не знаю, чем-нибудь другим позаниматься, по атфликации и так далее. У нас это все возможно. И мы это делаем не с целью контроля. Если сейчас спросить меня, кто у тебя там какой-нибудь, я не знаю, неэффективный сотрудник, я скажу, я не знаю. Эффективный сотрудник видит сам и видит его команда. То есть тут принцип такой, то есть все-таки у нас командная логика. И вот если говорить про классический менеджмент и самоорганизацию, чем они отличаются. Есть функции. Вот в MBA все учили там пять функций управления. Планирование, постановка задачи и так далее. И в случае иерархии есть специальный человек, который выполняет эти функции. Он говорит, вы 10 балбесов, я вам буду говорить, как, что делать. Я за вас все планирую, вы пойдете сделать, а я потом буду вас контролировать еще. То в нашем случае самоорганизация, вот эти пять функций, они никуда не деваются. Их просто исполняет команда. То есть это ответственность команды. Потому что команда лучше знает, какую задачу вот кто из этих 10 выполнит, у кого лучше компетенция. И они, получается, такой дейли. Собираются каждый утро и говорят, ну что у нас там, 8 задач. Кто что берет, кто что сделал вчера. Они тык-тык-тык. И они спланируются намного эффективнее, чем руководитель, который так или иначе все равно употребляет властью, информацией, ну и так далее. Давай попробуем на каком-то примере разобрать, чтобы было понятнее. Откуда появляются эти 8 задач? То есть если у них нет, ну вот именно выделенного руководителя, есть же какой-то источник, скажем так, стратегии, да, от которой появляются те задачи, преобразовывается, когда стратегия в тактику. Кто их ставит и как? И как вот задача должна спуститься в этот отдел? Слушай, мы сейчас очень много можем на эту задачу время потратить. Если вот разобраться хорошо в этом процессе, это вот событие, в котором мы с вами там коллегами идем. И вот у нас есть форум «Пружина» 20-21 октября. Он будет проходить в Новосибирске в экспоцентре. Вот там мы будем прям по разделам. Там как управлять продажами без прогнозов. Там как делать цифровых двойников и так далее. Там приедут куча народу, куча ребят. И вот у вас есть классная платформа, вот этот Кэм, да, где у вас собирается куча предпринимателей. Вот у нас, примерно, такая же история, куда собираются куча живых компаний, живых компаний, которые идут живыми менеджерами. Вот там мы точно получим на все ответы и приглашаем любого участника из вашей команды. У вас есть специальный скидочный, да. А сейчас я попробую ответить так, что у нас внутри компании задачу может поставить каждый каждому. То есть получается, что если я вижу какую-то зону, я не знаю, я иду даже просто по офису, я вижу грязный офис, то я понимаю, кто за этот офис отвечает. Я могу написать задачку, что, ребят, что-то у нас офис грязный, да. И уже эта зона, тот круг, который отвечает за чистоту, они уже сами эту задачку возьмут и разберутся. Там что-то техничка не вышла или еще что-то. Поэтому здесь получается так, что стратегические задачи, они ставятся совместно с владельцами на специальной сессии, которая фиксируется, и все участвуют в облечении. Потом тактические задачи, они опять же формируются всей компанией, всей командой раз в квартал. У нас это проходит 5 планирований. Мы на 2 дня полностью, большая часть команд, примерно 150-160 человек съезжает. Операционные задачи, они ежедневные. То есть ничего какого-то сверхъестественного, все, что в обычном менеджменте, просто это делается с другой культурой, с другим вкладом. Если тут за это отвечает начальник, то здесь за это отвечают сами ребята. И ответственность на них, и принятие решения тоже на них. Это тоже диригируется туда. Скажи, это должны быть какие-то определенного склада характера люди? Ну, то есть очень частая ситуация, когда человек пришел на работу, и, собственно, люди же тоже воспитаны в этой парадигме, и сотрудники, не только предприниматели, в том, что есть начальник, который скажет, делай вот отсюда до обеда, а потом еще куда-то. Есть ли какие-то критерии подбора вот этих людей, которые способны к самоорганизации? Да, вот, короче, ты вообще вопросы прям просто... Вот мы с тобой это не обсуждали, вот это экспромт на самом деле, но вопросы прям в бровь. Чувствуется, что у вас там тоже профессиональные... Я просто тоже пытаюсь прийти к вот этим вот вещам, и я задаю вопросы из своих болей, которые я вижу, да, то есть мне хочется, чтобы люди были самостоятельными, ответственными, правильными, но, к сожалению, где-то это получается в каких-то, я бы даже сказал, не то что компаниях, а отделах, наверное, а где-то это совершенно не получается. И у меня, конечно, есть и свои ответы на эти вопросы, но у тебя компания, с точки зрения именно вот этого вот самоуправления, она значительно больше, опыта больше, и мне очень интересно послушать, как у тебя это происходит, потому что я уверен, что ответов здесь много на самом деле. Ну, да, смотри, это еще один, еще одни грабли, на которые я тоже наступил, и на которые наступают все, потому что действительно входной фильтр в компанию, когда HR отрабатывали, да, здесь, конечно, соответствие культуры. Вот мы касались-то немножко корпоративной культуры, что не каждый человек сейчас, вот, который с рынка приходит, не каждый готов, не каждому нужна такая свобода, да, и в этом ничего плохого. Это нормальные люди, просто они должны работать по другим правилам. У нас даже внутри компании есть такие люди, которые работают по этим правилам, да, это не значит, что там все абсолютно, не знаю, шальные какие-то. Но мы научились фильтровать это на входе. Слава Богу, вот за несколько лет, смотрите, когда к нам приходит сотрудник, мы обычно у него не спрашиваем, не сильно спрашиваем, что он делал в прошлой жизни, или там, что он умел, потому что он об этом красиво рассказывает. Мы опираемся на те вещи, которые для него являются ценностными и базовыми. Мы, например, спрашиваем, да, а какое у тебя хобби? Да, то есть, есть ли у человека хобби? И он про него достаточно много интересно рассказывает, то есть, если у человека есть хобби, если он говорит, его нет, нет. Вот этот вопрос, он встает про энергию, да, то есть вопрос, то есть бизнес, это все равно энергия, в компании должна быть энергия. Вопрос, как он получает энергию? Потому что хобби, это то, что заряжает. Если у человека есть какое-то, не знаю, обрушивание крестиком и так далее, где он восстанавливается энергия, значит, это уже такой эффективный сотрудник, да, если выберет где-то что-то, да, он там знает, как подзарядиться и как делать. Дальше, мы сдаем вопрос, например, ходили ли вы в детстве какие-нибудь секции или кружки? Здесь нам рассказывают ребята, вот я там музыкальную школу, я художествен, а я там спортом занимался и так далее. Классная история, и мы смотрим, что если он, например, закончил музыкальную школу, да, сразу, а хотел бросить, а пытался, и все говорят, да, пытался, не дали, не дали, закончил, закончил. И вот это вот, и то же самое со спортом, спорт это, спорт реально приучает к труду. И вот когда мы говорим, что у человека есть какая-то музыкальная школа в детстве, там, художественная, или секция какая-то очень длинная, танцами он долго занимался и так далее, мы точно говорим, что у этого человека есть сила воли плюс характер. То есть он может дотащить цель до конца, он ее доведет, да, и мы не опираемся на его слова, как он там какой-то проект реализовывал и так далее. У нас попадание вот в этом подборе, ну, более 80%, настолько это все офигенно работает. Поэтому специально будет посвящен доклад в пружине, да, и там это будет детально разводить. Но я хочу еще поделиться чужим опытом. У нас будет там много ребят, которые будут рассказывать, как подбирать. Калина Малина, это такой бренд фермерских продуктов, команда из Кемерово. Они уникальные вещи делают с адаптацией, и с подбором. У них, например, смотрите, не настолько гибко интересно работают, у них в магазинах, иногда в каком-то магазине, я сейчас условно передаю этот кейс, надеюсь, девчонки на меня нет, то есть начал оставаться такой продукт, как фарш. А фарш, он чувствительный, у него срок годности заканчивается, и появилась утилизация. И получается, когда продавцов из этого магазина, девчонок, отправили на стажировку в цех, где они были одеты вот в этих защитных халатах, в жаре в этой, то есть когда они увидели, каким трудом, какими усилиями, энергией все это дается, вот этот кусок фарша, который всего лишь маленький, полкилограммовым мешочком лежит, у них практически, ну, как бы, вот этого брака больше не стало. То есть они увидели, переоценили. Вот такие приемы, они очень хорошо работают, очень хорошо помогают. Поэтому про людей много будем говорить и готовы и с вами делиться этими практиками. Мы не делаем из этого какого-то секрета. Готовы выступать на вашем кемпе. Приглашайте, с удовольствием принесем все, что сможет. Круто. Мне это все напомнило вкусвилл, который я считаю образцом, наверное, для себя управленческой структуры. Я прочитал книги Евгения Щепина, человека, который занимается связями с общественностью во вкусвилле, потому что Андрей Кыривенко, с которым я тоже знаком, как бы, к сожалению, не очень любит людей, как бы, с точки зрения общаться с ними, да, и делиться тактиками, при этом тоже тайны не делает, но человек очень интроверт, закрытый такой. И, собственно, я смотрю, как работает вкусвилл в Москве, я фанат абсолютно этого бренда, причем совершенно бесплатно рекламирую всем своим друзьям, как бы, амбассадор такой, как бы, теневой. И там очень много вещей, похожих на то, о чем ты говоришь. Как ты считаешь, у вкусвилла получилось тоже создать такую структуру или у них что-то иное? Вот смотри, получилось, не получилось, это история с оценкой, оценочная история. И мы, понимаешь, когда мы приглашаем на форум, мы не берем, что вот у вас получилось или не получилось, это не так. Путь к самоорганизации, он индивидуальный, то есть он у каждого вообще свой. Свои инструменты, своя последовательность. И мне кажется, самоорганизацию построить прямо до конца идеальную бирюзовую компанию невозможно, потому что это какой-то путь самурая, постоянно повышая внутреннюю осознанность в ребятах, в компании. У тебя будет зреть эта культура. Но мне кажется, конца ее нет. Поэтому я бы не говорил, что в Кусвилл безусловно прошли офигенный путь. Мы являемся, то есть мы являемся тоже их фанатами и мы очень много инструментов у них черпаем. Они были на прошлой дружине, Валерий Розгуляев прилетал. Мы в клуб входим вместе, где мы это все вместе делимся информацией и так далее. они молодцы, они флагманы, они идут, у них хорошая динамика, хороший путь, отличный инструмент, у них много цифр. Поэтому это безусловно ребята, которые идут по пути самоорганизации. И вот то, что даже ты говоришь, что вот мне интересно или там я двигаюсь, скорее всего у тебя какие-то шаги сделаны и ты готов к этому ментально, внутренне готов, ты готов уже начать управлять в другой логике. и вот это мы называем переходом к живой культуре, к живому менеджменту или к русскому стилю. Поэтому мы ни в коем случае там получилось, не получилось, получать у всех, кто хочет. И мы как раз пружина помогаем. Вот вы делаете великое дело, вы помогаете предпринимателям с низкой степенью готовности, с низкой стартовым капиталом пробиться в эту жизнь вообще. Вы делаете великую миссию. Мы делаем на своем уровне. Я считаю, что ваши технологии совместив с нашими технологиями, они дадут именно взрыв успеха в тех региональных точках, которые будут так или иначе открыты в ближайшее время те предприниматели, которые с вами точно пойдут в эту работу. Да, это правда. У нас Франч Кэмп сейчас действительно идет по пути близкому к самоорганизации. Я ставил перед собой такую задачу чуть больше года назад, 8 августа, 2022 года, когда Франч Кэмп родился уже как самостоятельная компания. До этого это был MVP внутри моей франшизы, который мы реализовывали с 2021 года, с мая. А вот 8 августа 2022 года уже он родился именно как самостоятельная единица. И я могу сказать, что за последние два месяца у меня было крайне мало времени на управление, то есть именно в том классическом понимании. Но были совершенно правильно поставлены все задачи и все люди, которые вот с самого начала в Франч Кэмпе находятся, у нас очень маленькая команда, они не просто самоорганизовались, да, то есть они каждый, вообще вот каждый в компании, даже там помощник, руководитель понимает и осознает свои зоны ответственности, принимает их и делает все для того, чтобы работа была выполнена. И это первые шаги, потому что здесь еще очень много предстоит чего делать, у нас сейчас предстоит огромное расширение команды и очень важно вот эти посеянные и взошедшие зерна как бы, да, не затоптать толпой новичков, которые откуда-то придут со своими устоями, культурой и прочими вещами. А все-таки если говорить про Франч Кэмп, то есть и вот мы затронули сейчас тему предпринимательства, мы верим, что предпринимателем может стать не то, чтобы каждый человек, да, то есть, но каждый, кто действительно этого захочет и у кого, собственно, есть понимание, зачем ему это, то есть есть некая мотивация. Как ты считаешь, то есть предпринимателем надо родиться или предпринимателем можно стать? Ну смотри, вот глобальный, то есть супер предприниматель, это все-таки больше врожденная история. То есть получается, что очень много из предпринимательской жилки в культуре, она передается во-первых, на генном уровне, а вторая часть, это знаете, еще важно, это обычно сложное детство. То есть мы сегодня много говорили уже про детство, что предприниматель, он все время прокладывает себе дорогу. У него в детстве были сложные истории, он там учился выживать, ему в школе были сложные истории, он там, как правило, предприниматель, он не отличник, потому что то есть и поэтому вот эта дорога, я бы сказал так, что гениальный предприниматель, который меняет этот мир, типа там айфонов, там еще чего-то, точно врожденное плюс сложное детство, я думаю, что у многих есть шанс реально за счет сложного детства, воспитания пройти этот путь до того уровня, который им нужен. Ну и то, что вы делаете, я вот это как бы преклоняюсь, потому что вы действительно даете шанс, действительно даете шансы сопровождения. Я думаю, что если бы говорить как вообще попасть в предприниматель, я вижу только два пути. Первый, это как раз с вами, когда вы даете не только как бы реализовать себя, но вы даете сопровождение бизнес-логикой, вы не даете совершать ошибки, понимаете? То есть успех заходов предпринимательства через вас очень высокий. И вторая история, это венчурная история, когда дается стартап. В стартапе, кстати, тоже появились акселераторы и так далее. То есть они как раз тоже дотаскивают, они тоже воспитывают и это воспитание предпринимательства. Со стартапами сильно дольше, сильно сложнее. Но то, что ваш опыт пошел, интересно посмотреть. Я знаю статистику, что успешный предприниматель по России это средний год в 45 лет. Это человек, который уже пытался создавать несколько бизнесов, который наломал дров в костей и всего остального. И вот только в 45 лет считается средний успешный предприниматель, который, у которого уже получается, которому удается доверять. Сложные проекты в стране, деньги для того, чтобы они как-то использовались и так далее. У нас тут на дне начинающего предпринимателя, когда мы открывали заявок в третий поток Франч Кэмпа в пятницу, интересный вопрос был из зала на тему того, легко ли, то есть, как вообще начать бизнес без стартового капитала, насколько это легко и сложно. Мы там отвечали на вопрос с Сашей Ковцовым, основателем экспедиции, и Саша потрясающе ответил, что, собственно, с нуля начинать очень легко, потому что многие начинающие предприниматели, которые начинают с минусов, уже разорившись, они мечтают о том, чтобы у них была возможность вообще с нуля начать, как бы, не вот из минус там x миллионов рублей, как бы, да. Что ты об этом думаешь? То есть, насколько вообще тяжело начинать с нуля и что надо, чтобы с нуля получилось? Слушай, ну Саша красавчик вообще, я полностью согласен с тем, что он измитил. Самое главное, что проблема начинается с нуля, она в голове. Ну то есть, только в этом. Это только личное ограничение, личные страхи и так далее. Там есть путь, в него надо вступать, в него надо просто идти. Слушайте, это внутренняя предпринимательская смелость. Надо иногда сказать, стоп, я хочу это сделать. Просто пойти. И здесь, наверное, знаешь, я считаю, что вот этот шарф, он очень важный, но здесь, наверное, просто надо поговорить с успешными людьми. Мне кажется, что на вашей площадке должна быть тоже такая функция. Ну то есть, чтобы человек, у которого получалось, просто, не знаю, выслушал, подбодрил, сказал, что там, я тоже верю в эту идею. Мне кажется, что у тебя хороший план, то есть, я верю в твой план и так далее. Вот таких шагов, наверное, будет это. С нуля это хороший момент. И, кстати, очень важно не пользоваться какими-то шаблонами. Это, конечно, мое предпринимательское прошлое, но люди там говорили, ну все, я открываю компанию, мне нужен офис, секретарша, машина, кабинет, обычно все стартуются. С нуля это значит, что у тебя ничего нет, у тебя бизнес стартует, даже как когда ты просто начал делать какие-то продажи, вечером, не знаю, создавая с кем-то, с какими-то ребятами какую-то историю. Вот это истинная причина. Меньше вот этих иллюзий и элементов прошлого. Мы выходим из прошлого мира, жесткий вот этот капитализм с рейдерством, с этими, со всякими подставами и так далее, он закончился. Этот мир закончится. Мы с вами выходим в новый мир. Но об этом, наверное, можно будет поговорить как-нибудь отдельно. Потому что у меня есть тоже картина мира, куда мы выходим, какие изменения я вижу, ну и как бы во что мы посетяемся, за что мы хотим зацепиться. Я думаю, что именно об этом как раз будет речь на форуме «Пружина». Скажи, пожалуйста, когда это будет, сколько времени это будет проходить, сколько стоит участие. Я помню, что у нас есть промокод, мы его публиковали. И я думаю, что ближе к этому форуму публикуем еще раз. Да, друзья, смотрите, Новосибирск. 20-21 октября. Это пятница, субботу. Мы сознательно берем один день у работодателя, а один день личный у сотрудника, потому что там очень много личностного развития. Это три параллельных трека двух дней. Мы специально собрали в трек именно программу, последовательно вложили спикеров, он называется у нас «Путь новых». Это люди, которые что-то слышали, читали Федерика Лаву и так далее. Вот придя в этот зал, пробувь с нами два дня, вы увидите, какими путем, какими примерами, какие компании, куда шли, они с вами поделятся всеми необходимыми конструкциями, всеми необходимыми есть второй зал, он называется «Путь первых». И вот этот зал, почему мы его так назвали? Потому что было фильм «Время первое» про космонавты. Помните такую историю? «Путь первых» это люди, которые идут, ошибаются. У нас нет правил каких-то, у нас нет четкой дороги, потому что каждый прокладывает свою. И сила пружины в том, что мы, ошибаясь, получаем шрамы, совершаем ошибки, ну и получаем успехи и инструменты. И пружина как раз, это мы каждый год в осень, когда нужно собирать урожай. Мы приезжаем, каждый привозит свой урожай. У нас такие плоды, у нас такие ошибки и так далее. И вот путь первый это между собой живых, которые уже идут по этому пути. И в нем может быть тоже находиться любой, кто хочет поучаствовать, посмотреть, посмотреть в глаза этим, ребята, почему не светится. Еще есть третий трек, который мы собрали уже под запросы из предыдущих пружинок. Третий трек, он состоит из двух кусков. Путь гибких. Сегодня agile это уже основа реакции на изменения. То есть без agile сегодня самые даже крупные компании, они так или иначе используют уже каскадированный agile и так далее. И мы собрали путь гибких. Это специальные вещи, как специальные элементы agile, там океары есть. Там будет безумная практика. Ребята, попробуйте. Там будет игра, называется инициативное бюджетирование. Будет Руслан ее проводить. Это как при ограниченном бюджете, когда у вас есть всего 70% от бюджета, договориться, что вы сделаете в первую очередь и не поубивать друг друга. И еще один день это путь семьи. Дело в том, что мы поняли, что самоорганизация она держится на энергии. То есть есть энергия семьи и энергия компании. Вот эти энергии их нельзя развязать. То есть ты как человек таскаешь эту энергию с одной в другое. И мы добавили путь семьи, потому что просто самоорганизация в отрыве от семейных ценностей, от людей она не работает. И вот как балансировать вот эту энергию? Как работать? Как что такое семья? Что такое род? Почему это 4 поколения? А самая главная формула, которую мы вывели, что семья это абсолютно разные гендерные сообщества. Там мальчики, девочки. Там есть бабушки и дети. Бабушки и дедушки, дети и внуки. Они все манипулируют по-разному. Если вам в семье тоже удается настроить самоорганизацию и мы покажем примерами, как это работает, как это, у вас начинается полная гармония вообще. И вот этим мы хотим поделиться, об этом все расскажем. Ждем вас всех 20-го, 21-го. Будем рады делиться опытом и с удовольствием приедем к вам, если позовете на пружину. Будем поддерживать любую экспертизу, которая есть. То есть мы с партнерами отлично, все кристально понятно. Коллеги, мы будем заканчивать. Первый тестовый наш бизнес-завтраковый диалог подошел к концу. Я прошу всех, у кого есть вопросы к Дмитрию, написать их в чате. Через неделю 10 октября мы проведем еще один эфир, учтем ваши вопросы, ну и напишите, пожалуйста, обратную связь. Было ли это полезно, нужно, важно, интересно. проводить ли подобные форматы еще. Все, спасибо, Дмитрий. Всего доброго.